Вести ФМ. Вести ФМ. Первые о главном. Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян. В Москве дети штук 7 минуты, как всегда, в нашем пятничном эфире. У нас Ростислав Ищенко, в этот раз на прямой связи со студией. Ростислав, мы вас приветствуем. Добрый день, Ольга. Доброе утро, Ростислав, рад тебя приветствовать. Но, знаешь, как-то вот сегодня тема, которую не обойдешь. Опять это годовщина финала Майдана. И, наверное, как-то надо через 7 лет еще раз на это взглянуть. Ну, по крайней мере, я точно знаю, что нас с тобой, и особенно твой час, когда ты к нам присоединяешься, слушают активно на Украине. Тем более, что события любопытные происходят. Вот Порошенко, например, защитил свободу слова. Официально оформил на себя канал прямой. Это как бы... Это не что-нибудь, это защита свободы слова. Знаешь почему? Потому что номинальный владелец канала, оказывается, по мнению Порошенко, находился под угрозой. Поэтому Петр сам себя подставил, лишь бы свобода слова не умерла. Это я к вопросу о тезисах Майдана, этого переворота. Уничтожим коррупцию, уничтожим олигархов, станем свободными и прекрасными. Вот. А нацизма у нас нет. Я немножко говорил об этом в первом часе. Выяснилось через 7 лет. Точно то, что у них есть нацизм, есть полностью захватившее управление всем олигархи, и внешнее управление поверх вот этой нацистско-олигархической системы. Вот это результат Майдана. Через 7 лет, на мой взгляд, абсолютно очевидный. Но, как видим, по-моему, не для всех очевидный. Тебе слово, Ращислав. Спасибо, Дима. Ты понимаешь, если бы у них действительно не было бы нацизма, и даже не было бы олигархии, но был бы только государственный переворот 2014 года, вот это ничего бы, по большому счету, серьезно бы не поменяло. Потому что любой путь, он так или иначе, если это, конечно, не дворцовый переворот, а если это серьезный путь, серьезный переворот, он так или иначе наносит удар по основам государственности. Кстати, и дворцовый переворот тоже наносит. Но, не в таких масштабах. Не настолько это происходит объемно. Поэтому, когда сейчас на Украине удивляются, или не удивляются, а отлицают, наличие проблем с государственностью, это так или иначе все равно связано с 2014, а до этого с четвертым, а до этого с несостоящимся, опять-таки, переворотом 2000 года. Но с попыткой его. Когда государство само себя отстояло. Поэтому, да, можно говорить, что на Украине нацизма нет. Можно объяснять, что нацизм, фашизм и разные измы, они друг от друга серьезно отличаются. Это не суть важна. Важно, что Украина пошла по пути подавления оппонентов, физического подавления. Какая разница, на основании чего вы убивали людей в Киеве, в Одессе, в Харькове, в Днепропетровске. И какая разница, сколько вы их убили. И как вы их убили. Можно говорить, что в Одессе, допустим, произошло публичное сожжение. А в Киеве Петровске их убивали так, незаметно. А в Киеве, может быть, вообще почти не убивали. Кого-то посадили, а всех остальных просто запугали. Но так или иначе, происходило силовое давление на политических оппонентов. И вопрос о власти, так же, как, кстати, у Трампа с Байденом, решился не при помощи выборов. Это при помощи физического ее захвата. То есть, можете это признавать, можете не признавать. Можете говорить, что был нацизм, можете говорить, что не было нацизма. Но факт остается фактом. Вы ориентировались не на свободный выбор людей, которые вас бы не выбрали, а на физический захват власти для того, чтобы продавить какие-то непонятные общественности, в том числе, кстати, и украинской общественности непонятные, ваши личные идеалы. Хотели, получили. Многие люди, которые в свое время вас поддерживали, теперь ужасаются. Ну, это проблемы этих людей. Проблемы и почему поддерживали, и почему теперь ужасаются. Теперь уже поздно. Но, тем не менее, они хотели одного, а получили другое. Тоже те, которые ужасаются, одни говорят, что на Украине пришел к власти нацизм, а другие говорят, что просто неправильный Майдан. Надо было лучше, надо было других людей подобрать. Так они же вроде там на Майдане обещали, что если им будут не нравиться люди, то они каждый месяц будут свергать и назначать новых, пока не будут подходящие. Помнишь этот тезис прекрасный? И все кивали, говорили, да, 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 так и будем. Влада, это мы. Мы здесь власть, кстати, напоминает. Вот. Мы будем каждый месяц собирать. Помнишь, они даже там требовали, что они будут на Майдане стоять и вызывать руководство на отчеты. Помнишь это все? И все говорили, да, 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 будем вызывать. Будем, да. Дима, я прекрасно помню. Ну, вот, смотри. Я, например, решил сегодня, что пятница завтра. Ну, потому что завтра опять рабочий день. Значит, и поэтому с тобой общаюсь по скайпу. Да, я знаю. Я даже открою слушателям тайну. Мне редактора сказали, что поскольку ты это забыл, то тебя разбудили прямо перед эфиром. Поэтому. Вот это ошибка. Да, понятно. Это ошибка, да. Это моя девица. И люди, которые там пошли на Майдан и говорили, то, конечно, мы завтра власть поменяем и послезавтра поменяем, если она не нравится. Они тоже ошиблись. Они думают, что сегодня будет завтра или завтра будет послезавтра. Да, они искренне верили в то, что вот если, что Майдан это власть, что они нашли такую новую форму управления страной, что если им что-то не понравится, они завтра опять выйдут на Майдан, конечно. Сегодня же выходили и власть поменяют. Они об этом все время и говорили. Более того, есть идиоты, которые до тех пор говорят, что на Украине нацизма нет. И что завтра, если понадобится, они поменяют власть. Но их уже меньше значительно. Некоторые сообразили, что власть не завтра не поменяют при помощи Майдана. Ну, это ошибка. Да? Их личная ошибка. Значит, можем мы очень долго, упорно, там, интересно или нудно обсуждать, откуда эта ошибка появилась, как она родилась, почему люди думают так, а не иначе. Кстати, эта ошибка свойственна вообще любому обществу, не только самому украинскому. Значит, но украинскому в том состоянии, в котором она находится, она свойственна вдвойне. Проблема не в том, что какое-то количество людей выползло на Майдан и решило поменять власть Януковича на власть анти-Януковича. А в результате получила вначале Порошенко, такого же Януковича только в профиль. А потом вообще какого-то Зеленского. Знаешь, я человек спокойный, умеренный и умиротворенный. Но когда они выбирали Зеленского и кричали «Сейчас он все поменяет, сейчас все будет хорошо», причем я в это время общался с нормальными, с адекватными людьми на Украине и говорил «Ребята, а вы чего не понимаете, кого выбирать?» «Нет, нет, мы все понимаем, надеюсь, все будет хорошо». мне было трудно это оценить с точки зрения здравого смысла. Здравый смысл ушел и спрятался в это время. потому что абсолютно всем понятно, даже людям, которые от политики очень далеки и никогда не занимались и не интересовались. Что если к власти приходит какая-то группировка, не важно какая, при помощи силы, она эту власть просто так, потому что вы избрали и клоуна не отдаст. Ладно бы, вы бы еще избрали его Бонапарта и надеялись на то, что он придет и клоунов прогонит, но вы избрали клоуна, клоуны Бонапартов не прогоняют, даже если Бонапарты у вас потешные. Поэтому надеяться на то, что «А мы сейчас выйдем на улицу и опять наш Майдан прогонит плохой у вас?» Да, оглянитесь, посмотрите себе за спину. вас в последний день своей власти в последний день своей власти у Януковича было достаточно силы, чтобы загнать вас за Мажай. Вы стояли на Майдане, окруженные ОМОНом, на нескольких квадратных метрах, на десятки квадратных метров, ну пусть на сотни квадратных метров, и выли и ждали, что вот сейчас вас всех побьют дубинками и арестуют. Вам жутко повезло, стране не повезло, народу не повезло, людям не повезло, вам-то жутко повезло, что в конечном итоге власть у вас в руках оказалась. Ну, бывают такие случайности. Любой переворот, он может или случиться, или не случиться. Вам или повезло, или не повезло. Там этот несчастный Петр III, когда его благородная супруга свергала, тоже мог до последнего момента опереться на верные ему части. И этот самый государственный переворот, локализовать, а потом и ликвидировать. А все предшествовавшие этому перевороту и последующий, который свергал Павла I, это вообще был расчет на удачу. Потому что, если вам не повезло, то вот эти несколько десятков, или даже пару сотен человек, которые рискнули устроить дворцовый переворот, а, кстати, после этого расчет... Еще и декабристы были, между прочим. Это уже следующее. Вот это уже попытка гражданской революции, дворцового переворота. Они все-таки не втайне ночи кого-то душили, а вышли на площадь, вывели войска, и долго там стояли, и думали, что у них что-то получится. Так что декабристов, конечно, с убийцами Павла Первого, или с путчистами, которые вначале Берона свергали, а потом Иоанна Антоновича, их очень сложно сравнивать. Но неважно, в конечном итоге и то, и другое, и третье, это были попытки переворота. Удачные или неудачные, но попытки переворота. И где-то они были локализованы, где-то они не были локализованы, где-то переворот удался, где-то переворот не удался. Но так или иначе, вопрос решался в течение нескольких часов, и никто не сомневался, что если власть среагирует адекватно, то переворота не будет. Потому что у нее в руках было значительно больше самых возможностей, где тоже все отстоять. В принципе, у Януковича, когда начинался этот самый путь Майдана, было такое же количество возможностей. То есть начинался как обычный дворцовый переворот. локализовать его, губить, уничтожить и так далее, не было никаких проблем. Но если вы тогда этого не поняли, если вы считали, что вы производите какую-то выдающуюся революцию и не понимаете этого до сих пор, если вы опять-таки считаете, что ваш Майдан был революцией, так выйдите, повторите, как вы обещали. А вроде оснований-то на порядок больше уже. Ну, тех, которые они объявляли основаниями. Коррупция на порядок больше. Я тебе хочу сказать, что в свое время, помнишь, мы еще с тобой в школе учили, и не только с тобой, что был десятый съезд партии. РСДРП. Да, тогда еще РКПБ. Десятый РКПБ, да. Да, потом он стал РКПБ, а потом КПСС. Точно. Да, но нумерация съездов не поменялась, так что был десятый съезд из самой партии, и там объявили переход к НЭПу. Переход к НЭПу, это практически согласие коммунистической партии начать строить буржуазное государство. Да, Ленин назвал это отступлением. Временным. Временным. Временным, да, временным. А Сталин таки реализовал это именно как временное отступление. Но тем не менее это было то, что потом, через 80 лет, через 70 лет, произошло в Китае. Коммунистическая партия начала строить буржуазное государство. Почему? Потому потому, что они поняли, что их Майдан получился, они власть захватили. Но реализовать свою власть экономически у них уже не получалось. Военный коммунизм не сыграл. То же самое к большому счету произошло на Майдане. Вы хотели антиолигархический переворот? Вы его получили. Вы убрали одного олигарха и на его место привели других олигархов. То есть переворот у вас получился. А система не изменилась. И вы можете действительно выходить на ваш Майдан, если бы у вас сложилось, и производить переворот за переворотом. Прогонять Януковича, Порошенко, сейчас Зеленского. Кстати, выборы девятнадцатого года, они тоже были частично Майданом. Потому что никто бы не дал бы вам избрать не Порошенко, если бы не силовой ресурс Турчинова, который локализовал возможности Порошенко. Не отменил их, только локализовал. Порошенко пытался применить свой силовой ресурс, только он не смог это сделать в полной мере, потому что против него был другой силовой ресурс. Авакова ты имел ввиду, ты сказал Турчинова. А, да, Авакова. Я просто завис, долго соображал. Турчинова был как раз на стороне Порошенко в этой партии. Ограничил возможность силового воздействия действительно Аваков своим силовым воздействием. Да, 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 я говорю, просто оговорился, да, силовой ресурс Авакова виноват. Вот, то есть, это опять-таки, это был ненародный выбор, это была сила против силы, и то, что делает сейчас Зеленский, сейчас, это тоже сила против силы. То есть, бедный Зеленский пытается всем показать, что власть ты у него не заберешь, он будет защищаться. Вот, вы хотите Майдан, а у нас есть пулемет, выходите на Майдан и посмотрим, кто кого. И, кстати, Зеленский не понимает, что он проиграет, и проиграет не потому, что против него будет Майдан. Майдан-то, понятное дело, он расстреляет из одного, двух, трех, четырех, сорока пулеметов. Значит, несчастную общественность, которая придет у него забирать власть, он, безусловно, загонит в гроб. Просто дело в том, что люди, которые реально управляют Украиной, совершенно спокойно загонят в гроб его. Потому, что силовой ресурс у него не личный, а чужой. На сегодня Ахметовский. И этот Ахметовский силовой ресурс что-то решает только потому, что, скажем, тот же самый силовой ресурсов Авакова сохраняет нейтралитет. На сегодня. АСБУ частично работает в пользу Зеленского, а частично душит врагов Зеленского, исходя из того, что потом задушит и Зеленского. На сегодня он на коне. На сегодня он может закрывать телеканалы, сажать в тюрьмы. Может просто убивать. И, кстати, будет убивать. Если будет не он, то будут другие. После того, что он уже сделал, безусловно, будут приходить и просто убивать. Так же, как это делали в 2014 году. Просто потом они попытались предать своему режиму человеческое лицо, сделать вид, что у них работает закон. Сейчас они от этого ушли. Решили, что с человеческим лицом им не выжить. И сказали, да, будем убивать откровенно. У нас не будут эскадроны смерти. Нет. Мы будем эскадронам смерти с самим государством. То есть, мы даже не будем сейчас делать вид, что мы этого не знаем, не понимаем. Мы не будем спрашивать, а кто это убил Бузину? Ай-яй-яй, как нехорошо получилось. Это, наверное, какие-то прокремлевские силы. Специально это сделали для того, чтобы нас обидеть, оскорбить, унизить и так далее. Мы-то сами это, ну, конечно, сейчас будем расследовать. До сих пор расследуем. Сейчас нет, сейчас неоткровенно говорят, будем убивать. А знаешь, вот интересно, ты коснулся этого, это к иллюстрации о свободном обществе, шикарный. Это совсем же недавно было, ладно, шесть лет назад, семь лет назад Майдан и все это восстание, а вот смотри, по-моему, это же года полтора назад, помнишь, как Аваков вместе с Зеленским раскрыли убийство Павла Шеремета. Ну, арестовали, и что? Ну, ты понимаешь, по-моему, Аваков еще до Зеленского раскрыл убийство Шеремета. Ну, он раскрыл, а потом Зеленский прибежал на пресс-конференцию, чтобы вся слава раскрытия не досталась Авакову, и говорил там, подпрыгивая, и я, и я тоже, и я тоже раскрывал. Вот давай от этого оттолкнемся сразу после новостей. Да, хорошо. Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян. Ростислав. Еще раз добрый день. Добрый день. Да, так вот, как-то всего-то полтора года назад или год назад была одержана победа Авакова вместе с Зеленским найденной убийцей Павла Шеремета. И все, они на свободе. Дело, где было, там и осталось. И никого это не волнует вообще нисколько. Демо, понимаешь, даже если бы они были бы в тюрьме, это бы, опять-таки, ничего бы не отменило. Потому что сам по себе Майдан, да, это не убийство Шеремета или убийство Бузины. Это не бегство Януковича и неотмена или запрет коммунистической партии или декоммунизации. Это не украинизация, это комплекс решений, который стал возможным только и исключительно потому, что произошел антиконституционный переворот. И когда сейчас люди, которые прожили семь лет в условиях насилия над Конституцией или издевательства над ней, пожимают отвечают ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как это так произошло, три канала закрыли, а может быть еще три закроют. Кто это сделал? Они выглядят очень убого и смешно, потому что семь лет назад произошло жутчайшее насилие над Конституцией, ее фактически отменили. Если до этого над ней могли издеваться где-то соблюдать а где-то не соблюдать где-то у вас возникал ретитур там где-то там вы никак не могли понять у вас какая редакция конституции действует потому что у вас было две конституции и каждая из них имела две редакции и тварь постоянно обращалась конституционному суду а он решал какая данный момент действует но тогда хотя бы сохраняли внешние приличия но пытались делать вид что закон работает а в 14 будут перестали делать вид что закон вы тогда когда вы плясали на этих самых на площадях и кричали ой-ой-ой янукович убежал а нацизма на украине нет где вы видели нацистов вы разрушили свое собственное политическое пространство чуть это удивляться чего теперь говорить ой нас обидели вы не первые и не последние до вас там обидели антимайдановцы потом обидели коммунистов которые тоже кстати сели и проголосовали аккуратно верховный радио да вместе вместе кстати там с партии регионов и со всеми остальными да они аккуратно проголосовали за то чтобы отменить януковича думая что не отменят их отменили их теперь отменяют следующих это вполне нормальный логический процесс что вы хотите надо было в школе учить историю если гильотина начала работать то людовик 16 не первый кому отрубили голову и не последний дальше рубили голову тем кто голосовал за казнь людовика 16 потом рубили голову тем кто голосовал за казнь жерандистов потом вообще был жуткий террор а потом рубили голову тем кто этот террор организовывал в период реставрации да не не в период реставрации период термидорианский не но да это понятно был термидор сначала да отрубил головы тем же самым якобинцем да которые которые до этого рубили головы своим же самым подельником кто такой дантон дантон это жутчайший террорист но когда он ужаснулся тому что он сделал ему тоже отрубили голову нельзя колебаться да не надо но ты важную вещь затрону упомянув так сказать составы верховной рады который легализовал переворот ну как легализовал в кавычках легализовал конечно но послужил запада он его не конституции рован могу легализовала да 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 и ворот на украину там все время ходят и как говорят скажем так год легитимизировал не легализировал даже а veure дан это легитимировал Вот там Путин признал Порошенко, те признали этих, эти признали тех. Ребята, на Украине вначале Верховная Рада, а потом все избранные населением органы власти на местах, кроме Крымского парламента, но там тоже была особая статья. Все избранные населением органы власти на местах признали государственный переворот. Они сказали, да, это было сделано правильно, Янукович убежал, нацизма на Украине нет и так далее. Это сделали все органы власти, в том числе даже областные советы Донецка и Луганска. Ведь сопротивление режиму начали люди, а не органы власти. Ни один орган власти на Украине, региональный даже, даже областной совет, не выступил против переворота. Наоборот, он его признал. И таким образом его легитимировал. Да, это был антиконституционный путь, но вот так сложились обстоятельства. Это было ровно с учетом то же самое, что происходило в 2004-2005 году, когда, да, третий тур неконституционный, но, вы знаете, так сложились обстоятельства, и мы договорились. Ведь о чем говорила тогда и власть, и оппозиция, то есть весь украинский политический класс. Вы понимаете, такой ужас произошел в стране, что пришлось всем собраться и договориться, как мы выйдем из этой проблемы, даже наплевав на Конституцию. Да, такое иногда бывает, что приходится плевать на Конституцию и решать вопрос путем всеобщей политической договоренности. Но на Украине тогда не было такой проблемы. Точно так же, допустим, сейчас нет такой проблемы в Соединенных Штатах, там, где произошел государственный переворот. Потому что они, видите ли, спасали страну от Трампа. А на Украине тогда спасали страну от Януковича, который после этого спокойно пришел к власти как премьер-министр. Через год. Да, как премьер-министр президента Виктора Андреевича Ющенко. А после этого опять вошел к власти как президент. И управлял страной. И делал ровным счетом то же самое, что собирались вместо него сделать эти самые люди, вышедшие на Майдан. Меня почему пугает, не удивляет, а пугает вот эта самая история Майдана. Потому что там действительно были не только отмороженные нацисты и не только люди, которых вместо того, чтобы в школе учить головы об стенку 10 лет били и выбили мозги абсолютно. Там были действительно нормальные, адекватные люди со средним, и с высшим образованием, и с учеными степенями. И академики эту хрень поддерживали. Некоторые. Кстати, и российские тоже. И до сих пор некоторые поддерживают. И российские тоже. И говорят, да, это было такое народное действие, народное явление. Это люди, которых достало. Вот они вышли. И таким образом не взяли власть в свои руки. Ну да, у них не получилось, но это очень хорошо. Это наука для других. Других получится и так далее. Нет, это не люди. Даже когда стояли люди с хорошими лицами, это было не их решение. Это было издевательством и здравым смыслом. То есть люди, которые думали, что они решают свои проблемы, на самом деле решают чужие проблемы. И то, что там, опять-таки, были образованные, умные, хорошие, порядочные люди, вот это и является ужасом. То есть это и показывает, насколько можно нормальную, адекватную мысль без всякого насилия, а только путем убеждения извратить и превратить в неизвестно что. То есть в издевательство над самим собой. Потому что люди пришли на Майдан вырвать власть у себя самих и отдать им неизвестно кому. Под крики о том, что потом, если надо, мы опять заберем, мы опять выйдем. Конечно, если кому-то будет надо, вы выйдете. И опять заберете власть у себя самих. И опять отдадите ее неизвестно кому. Вот это вот пугает. Это ужаснейшая технология. Когда человек издевается над собой и при этом радуется. Да. Кстати, вот интересно, понимаешь. Интересна такая вещь. Вот говорят там слова элиты, элиты. Я всегда хихикаю над этим словом. Вот я прекрасно знал там киевскую элиту. Ты, наверное, еще лучше меня. Вот. В том числе и там региональную, и донецкую. Вот Донецкая побежала сдаваться в Киев. И создала, конечно, проблемы людям Донбасса. Но самое смешное. Донецкая-то побежала сдаваться, а у нее все забрали. Она думала, что... Ну, там вот Ахметов как-то один держится, а у остальных все забрали. Вот. Они думали, что... Ну, сбежал от народа и перейдя на сторону врага, получат что-то. А киевская интеллигенция, это вообще прекрасно. Когда я им говорил осенью 13-го, зимой, весной 14-го. Ну, что вы делаете? Вы же люди. У вас есть историческое образование. Вы читаете литературу. Вы что, не понимаете, что это приведет к гражданской войне, реальной, установлению внешнего управления в самых ужасных формах через радикальный этнический национализм, кире-нацизм? Да что ты нам вот это рассказываешь? Да что ты нам рассказываешь вот это все? Ничего этого не будет. Это ваши страшилки. А стояли уже на грани. Ну, так это все происходило. Вот. И ты знаешь, потом, когда началось все это происходить, 14-й год, эти люди все от меня поотписывались, в том числе в Фейсбуке. И не потому что... Они тебя обидели. Ну да, они обиделись. Потому что это все произошло, а я ненужный свидетель того, как они это делали, и отказывались признавать, что это именно произойдет. И вот физически не дотянулись, но в Фейсбуке они меня уничтожили, как ненужного свидетеля. Вот же любопытно. Ну, видишь, как тебе повезло? Да. Ну, видишь, как тебе повезло? А находился бы ты не в России, а на Украине, и у тебя был уничтожен бы не в Фейсбуке. Да, я понимаю. Ты поэтому, зная все это, и зная эту прекрасную интеллигенцию, ты очень вовремя, так сказать, без ничего, называется голым и боссом, взял и уехал оттуда. Я тебя понимаю, потому что ты этих людей с прекрасными лицами знаешь так же, как и я, а может даже еще глубже, потому что ты все-таки киевлянин. Я тебе хочу сказать, что они сейчас тоже сами начинают себя познавать, но только постепенно. То есть, те, кому становится плохо, они начинают понимать, что они сделали. А те, кого сегодня еще не убивают, да, они думают, что с людьми ошиблись, а Майдан правильно совершили. Просто надо сейчас еще один, не знают как. А знаешь, чем градус будет измеряться? Это особенно вот как бы малороссийское такое. Когда они начнут все тебе звонить, и мне, которые меня вычеркивали из Фейсбука. Не-не, мы даже не рассчитываем. Не-не, сейчас я тебе скажу. Не будут они звонить. Сейчас я тебе скажу, подожди. А нельзя ли как-то там помочь устроиться в России? Вот это будет, ну, момент. И он наступит, этот момент, Ростислав. Можем с тобой на, так сказать, пирожено поспорить по этому поводу. Наступит. Можем, конечно, поспорить. Я, кстати, не отрицаю от того, что они будут пытаться устроиться. Просто понимаешь, вот те люди, о которых ты говоришь, не в целом, так сказать, население Украины. Да. Да, многие уже сейчас побежали в Россию. Лучшие люди страны. Я в целом население не трогаю. И будут бежать даже с повышенной скоростью. А вот лучшие люди страны, они вначале все равно побегут на Запад. И только потом, и только оттуда они будут звонить, но уже не тебе, мы до этого не доживем. И спрашивать, а нельзя ли у вас устроиться. То есть Господь нас избавит от этого, да? Да, это уже будут их дети. Это, понимаешь, как колбасная эмиграция. Люди убегали в 90-е для того, чтобы жить хорошо. А сейчас для того, чтобы жить хорошо, они спрашивают, а как вернуться? Есть такое дело. Но ты же понимаешь, что с тех пор прошло 30 лет. И многие это уже глубокие пенсионеры, да? А у многих уже дети спрашивают, как вернуться. Вот то же самое у тех, которые сейчас будут убегать. Потому что ты можешь брать в кавычки, можешь не брать в кавычки. Потому что элита – это не значит лучшие люди. Элита там управленческая, элита культурная и так далее. Это не значит, что если люди действительно умеют управлять, или что они там умеют петь, плясать, книги писать. Просто это те, которых общество выделило. Управлять собой, значит, или представлять себя. Так вот, культурная элита Украины и управленческая элита Украины, она все равно, что бы ни произошло, в 90% случаев побежит на Запад вначале. Когда на Украине будет совсем плохо, даже для них. Те, кого не убьют, побегут на Запад. А уже потом оттуда они будут думать, куда им теперь возвращаться. И точно не на Украину. Вот тогда, да, тогда они будут звонить и говорить, ребята, у нас ошибочка вышла, да? Нельзя ли как-то это подкорректировать? Есть ли у вас хорошие места? Ну, поскольку, смотри, поскольку ты любишь тоже глубокий анализ, у нас, правда, совсем мало времени, я тебе скажу. Да, ты прав. Если ситуация будет стационарной. А если на Западе будет так же хреново, как на Украине? Или еще хуже? А там уже хреново. Но они еще об этом не догадываются. Они все еще пытаются убежать. Поэтому они вначале убегут, а потом... Убедятся, что хреново. А, все, я понял твою логику. То есть, надо обязательно взять и понюхать, чтобы убедиться, что это именно оно, да? Им не говорили, что Майдан – это очень плохо для них же. Ну, да. А им не говорили, что распад единой страны, неважно, как называется, Российская империя, Советский Союз и так далее, это плохо для них же. Говорили. И им понадобилось сначала не просто понюхать. Им понадобилось по шею залезть в дерьмо, а потом еще туда окунуться. Для того, чтобы понять, что это такие дерьмо. Они все время говорили, нет, повидло. И то до многих не дошло. Спасибо большое Ростиславу Ищенко.